Всем привет! Я решила снять новое видео для YouTube. Спасибо, что вы оставались на этом канале. Я знаю, что многие от меня отписались, потому что у меня супер давно не было видео, и это нормально. И у меня не было сил делать никаких видео, постов, рисовать, работать. Но сейчас я чувствую себя лучше, и я решила сделать видео над тем, которое первым пришла в голову. А пришёл ко мне сегодня курьер из DHL и принёс адвент-календарь. Я никогда не покупала никакие адвент-календари, потому что в России нет такой традиции. И хотя это было заманчивым получить так много маленьких подарочков на 25 дней, я не очень воспринимала эту тему. Но два года назад я съездила в Канаду по работе, и там подружилась очень сильно. Я ещё до этого подружилась, но и подружилась ещё сильнее со своей замечательной коллегой. И мы праздновали Рождество вместе с её семьёй. У неё ещё и день рождения в Рождество, поэтому было всё очень интересно, очень душевно. Мне очень понравилось Рождество. Ну, не такое Рождество, как у нас 7 января, а такое Рождество, как в Канаде 24 декабря. На следующий год после этого я собиралась лететь на Рождество снова к ним, отпраздновать с ними. Но, как мы все знаем, закрылись и границы, и никакие личные путешествия в Канаду стали невозможны. Но мне очень хотелось такого же настроения, как я получила два года назад. И я пыталась его создать самостоятельно. Я купила ёлку. Я ездила в метро с ёлкой. И я также организовала маленький ужин для своих друзей, рождественский. В этом году я решила не покупать ёлку, потому что это было очень тяжело. Это было весело, это было приятно, но при этом это было очень тяжело. Её тащить, её искать. Она не дешёвая. Потом, чтобы её выбросить, нужно её распилить. В общем, нет, никакой ёлки в этом году. Но, естественно, праздничного настроения, какого-нибудь охота. Охота себя порадовать. Тем более, что я могу это сделать. Я часто не могу это сделать. Не могла в течение многих лет. С тех пор, как переехала в Японию, мне было сложно. Бла-бла-бла. И вот в этом году, наконец-то, я могу себя обрадовать адвент-календарём. И я надеюсь, что с каждой открытой коробочкой я буду чувствовать это новогоднее рождественское настроение. И заряжаться позитивом, встречать с Новым годом в хорошей компании, в хорошем настроении, чтобы провести следующий год так же круто, как и этот. Я выбрала бьюти-календарь, потому что все штуки из него можно использовать после Нового года. Был выбор между шоколадными, винными. И как только я представляю, что я выпью 9 литров вина за 24 дня, я думаю, что мне не стоит покупать винный адвент-календарь. Так получилось ещё, что я этот адвент-календарь купила как раз во время Black Friday. На него не было скидки, но я вместе с ним заказала кучу других штук, которые тоже будут приходить мне в течение декабря. И про них я тоже буду рассказывать. Сейчас я просто быстренько выложу это видео, чтобы был такой тизер к тому, что будет 24-25 декабря, когда я выложу уже полный список впечатлений от этих подарков себе. И последняя штука, о которой я хочу рассказать, похвастаться сейчас, это вот эта футболочка с кошкой. Я рисовала рисунок сама, чтобы сделать подарок своему любимому человеку. И я нашла компанию в Америке, которая печатает хорошие, качественные принты на футболках. И так получилось, что весь этот процесс очень сильно затянулся, и я очень опоздала с этим подарком. Но суть в том, что минимальная сумма заказа этих футболок была 6 штук. Мы оставим себе 2 штуки, ему и мне. И я думаю, что я продам остальные 4 футболки. Думаю, по себестоимости, но они были очень дорогие, поэтому, может быть, даже дешевле себестоимости. Просто, чтобы разделить с вами радость этого принта кошачьего и попробовать себя в продаже собственного мерча. Я таким раньше никогда не занималась. Ну и в целом, раз уж я тут с вами, небольшой апдейт по здоровью. Я в начале видео упомянула, что у меня не было сил ничего делать. Не только видео, но и работу, простейшие повседневные задачи. Но после хорошего отдыха, очень хорошего, тщательного отдыха, и тотальной смены обстановки, и в целом очень приятного социального климата в течение года, я почувствовала себя гораздо лучше. И надеюсь, что смогу пилить разный контент, не только для Ютьюба. Очень надеюсь, что получится больше рисовать. Вот. Порадуйтесь мной. Надеюсь, что у вас тоже всё хорошо. Мне пришла абсолютно невзрачная посылочка от DHL. Сейчас я её распотрошу. Кстати, она супертяжёлая. А, доставка была бесплатная. И посмотрите, какой модный чёрный. Тут такая ручка. Наверное, нужно положить это всё. Прямо такой стильный подарочек. Подарочек. Смотри, как. Там, кстати, можно было выбрать вот эту коробку, либо суперпростую. Ну что, я хочу себе подарочную. О, смотри, чёрный. Тут мой. Опа. Существитель подарочек. 25 дней с бюлли. Так. Покин. Коробочки. Давайте откроем одну коробочку первой сегодня, чтобы я смогла выложить начало видео и в конце месяца выложила бы остальную часть. Вот первая коробочка, а тут всё такое. Что тут у нас? Это... ай-лайнер, blendable and long lasting, но скорее всего он мне не поведёт, потому что я пользуюсь только чёрными, поэтому я кому-нибудь подарю. Субтитры сделал DimaTorzok